всех приветствую на своем канале сегодня у нас будет запланированный ремонт и ремонт ешки немки у нас два три дня тут дожди будут пчеломоры говорят лето кончилось а меда ни хрена нету ну надеемся что сено хотя бы у нас будет так он пластина валяются меняем регулируем потому что ну вот такая вот ситуация с ними был в рамешках некоторые переклипали сегменты был в рамешках ездил за запчастями и сегодня будет не ремонта замена ремня ходового и это тот хотел показать купил такие пластины чтобы не получится с теми 680 по моему он стоит вот четыре штуки пока купил 3 нет по моему 4 покупал ладно это не столь важно сегодня попробую поменять ремень не знаю как он называется вот здесь ходовой с той стороны сейчас а вот с этой двойной такой сейчас его открою почему с этого начну в этот мне кажется попроще ремень менять из-за этого я его поменяю но он вот такая вот ситуация как бы походит но он старый потрескана здесь лучше его поменяю чтобы не тратить время во время все накоса а может я даже его не тот купил по моему мне кажется длина я купил короткий вот этот сейчас гляну она не там у меня лежат смазать вроде все смазали значит вот он да скорее все что я не тот взял но ничего страшного и этот пойдет сейчас гляну тут не тут и какой будем менять да посмотрим 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 вот так он называется ну вот так выглядит скорее всего что я взял наверно правильно это все но так что сейчас скажу размер его здесь он должен быть написан на ремни и так смотрим вот так он называется фуршвитовский немецкий это по трехтысячных профиль и львы два ручья так получаем бы по полу понимаю 1 сейчас начну крутить и что-то вам покажу что с этого получится ну все вот я гайку ослабил и начинаю его раскручивать натяжник у меня получается сам ремень ослабевает то есть натяжник надо откручивать вот эту шпильку посмотрим как он с шишки вов слезет это вроде бы ничего сложного натяжка больно ну то есть обороты больно большие по натяжке данного ремня так сейчас попробую снять его вот хрен еще надо пускать отпускать ключ на 19 по моему у нас так ладно посмотрим еще раз что у нас получается ремень вытянутый и хрен снять полностью натяжник как же я буду ставить так наверно тут одноруким делать нечего так что придется мне положить камеру пробовать это все дело с мишей делать потому что ну как одну руку ну как же одноруких допускать до такой ну так у нас естественно ремень новый он не растянутый этот и не налазит вот настолько сейчас будем пробовать его натянуть посмотрим что с этого будет так что вот так смотрите по натяжник полностью отпустил как бы видно что еще можно но я по моему все да еще хочу это хочу добавить что возникла небольшая сложность потому что у меня уже возникает не первый раз ощущение о том что приходится брать такой ключ что у нас на 19 а в нем гаечки на 18 ты уже мне не первая нестандартная гайка по моему попадается ну вот сейчас начинаем натягивать его ремень в рамешках данный ремень по моему стоил 4 400 то есть там было в наличии я не знаю сколько штук ну были вот так происходит натяжка сколько тянуть я его не знаю ну попробую натянуть до того момента чтобы его главное не било наверно вот провисшее по ходу работы наверное будет надо его проверить так что ключик надо далеко не убирать и посмотреть как он будет ходить так сейчас еще думаю пару раз думаю достаточно так вот эта гайка на 19 ее видно что она свежая поставила эту варили причем гайку заваривали видать и поставили на 18 блин ну это из серии опять же этих в которых вот одна вот эта вот часть тела ну как так ну специалисты да косилка конечно если ее делать по уму еще выпьет много крови серии колхозного но не не добитого а найдем на ту сторону сейчас ставлю здесь защиту и пойдем на ту сторону попробуем крутить ходовой ремень так вот здесь у нас стоит защита ходового ремня и сейчас мы ее снимем ну да этот снимай защиту так вот такой у нас ремень понятное дело что перегонять его с таким ремнем на дальнее расстояние очень проблематично со зданием блин головку говорил взять так и подобрал да этот добавлю к этому видео старался сделать реверс а сейчас только до меня доперл ну естественно кто это работал на них все это знает что оказывается здесь и ремня то нету на реверс жатки а я все отпаривают этот рычаг и по-моему его проблемно будет поставить и нашел я откуда втулка у меня с шлицами вот она стоит со штопором вал этот то есть чтобы этот ремень поставить мне надо снять кардан вот этот короткий вал и этот ну в общем геморрой но вещь как бы нужна потому что косил клевер забивала и приходилось жатко крутить вручную назад так все ладно смотрим по замене ремня у нас тут проблемы 17 головки не так еще один геморрой короче на 16 здесь ставят этих три болта теперь еще пытаемся их сорвать ну вот они вообще откручены ну это нормально так и должна они должны быть длинные насколько я понял порезче ударом вот их возьми короткий вороток этот чтобы удобнее было крутить их надо поочередно выкручивать они длинные потому что под ними пружина пошли вот сейчас погоди хорош не выкручиваю полностью а он короткий серёг он не его выкрутил полностью видишь пружина отжимает он не выстрелит в голову тебе нахуй ой извиняюсь зачем все тот крут а пружина выстрелит тугая сильно мне кажется она все отошла уже нет да нет отходит да не рассказывал что у нас будет с пятку заводить и двигать это пружина надеть на руки камазов камазом да 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 а лучше сразу в этот в бульдозе в экскаватор в экскаватор что там 75 дожди вот такая вот такой шкифер вот такие вот банты ПУК! выстрелить дохрена я знаю что то она все я ее включу ана все ослабевает ослабевает вон смотрим что там будет так все выкрутили болты снимай шкив пружиной так он выглядит кроме нашей смазки там есть еще какая-то понятно все смазывалось он по моему опах на шпонке вон она видишь потихонечку в сторону так ремень почти новый правильно ладно сейчас он говорил что сзади там может быть как-то наискосок проблему снять его это грязь там мешала так этот сейчас я сниму старый попозже так новый у нас показываю тоже форш ритовский номер каталожной здесь написано на нем так что сейчас сниму кому нас запишет и размер 50 22 150 л и л и это профиль видать ставь его все нормально в лес да так вот это затяга лежит тряпочка в задите все давай ставь нехуй там надо вымазывать уйти шпонка вижги да попал а что не зажало ремень разве все как ваннушки короче на чего так то что то вытираешь ты тряпку дал чего болтик где дать и так наживишь может что подтолкнуть шкив сюда а вот в чем может быть проблема да то есть сжать чтоб наживить да но опять тут эта серия будет не для одноруких правильно но одной рукой же здесь никак на ходе по любому да не достает даже не достанет вот так шкив а и блять и так и не так о опять не так на давай зажиму на хошки хуй там ремень зажал ну что то я держу шкив ну блять но криво крутишь его вот так ровно ну что ты накрутить не можешь блять я тут держу одной рукой пыли плюс минус на и теперь до вечера крутить на ну зато теперь можно в поле ездить и не париться ну да все удовольствие 11000 можешь в поле взяла можешь без поля можешь куда хочешь ездить до ремень не зажала нет все свободное ну начинается с ними это длинный вороток зачем он тебе нужен откручиваешь вот это закручиваешь так ладно сейчас итог заведем покажем я думаю что здесь все основном мы показали а старый ремень обещал показать хозяева говорили что его меняли или поменяли в общем я пока не нашел тех ремней которые они меняли в этом комбайне косилки вот такой ремень он второй третий удар четвертый он он весь весь то есть жопа пока продолжается сейчас надо будет убрать на всякий пожарный да вдруг кто-то приедет и попросит защиту еще покажу так нахрен взяли этот вал и закрыли наматывала на него осталось пятку еще сделать но башмак этот но это не все сразу сейчас все жатку план перебирать пальцы она сейчас покажем как путь с новым ремнем наверно гонять будет под сотню надо так заводим газу дали вот он щелкает но бывает и не заводится давай напрямик приходится напрямик заводить заиграешься заиграешься так пробуем заднюю колбасит его нет колбасит его нет сжимается так вторая транспорта в общем все работает а чё снимать то все сейчас ремень снимем да и все так что так Аплодисменты. Аплодисменты. Давай, этот. А что пластина-то три прижимные, было и четыре. А в ящик кинулся. Так, ну, что, все? Все готово, Лова. Давай еще прошпрессуй. Давай. ну я думаю что там камера что там потому что там полно не не полная было я думаю что немцы не могли что перри шприцуешь типа и нахуй все полезет хорошим так наверно на этом усю чтобы не это было немного видео продолжение после ревнёв поставим вот такую вот херню только хвостин умеешь жапку жапку а